И на поле боя верующие были поделены на три части, когда их атаковали справа и слева. И маленькое количество воинов находилось вокруг пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И те, кто были рядом с ним, которые были опытны, не побежали собирать трофеи, нет. И он остался стоять на своем командном пункте. Другая же малочисленная группа преследовала остатки разбитых войск врага там и тут. А большинство же находилось в лагере, в лагере каферов, где собирали трофеи. И это большинство стало тем, которое и понесло все потери. Те, кто находились в лагере каферов, в свою очередь также разделились на две части. К тому же распространился слух, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, убит. И их решительность и силы ослабли. Ослаб боевой дух. Распространился слух о том, что пророк убит. И одна группа из их числа принялась бежать в сторону Медины. Но их встретили женщины со словами «Бежите от смерти на пути Аллаха! Посмотри, о сестра, на роль женщины в укреплении духа мужчин!» «Бежите от смерти на пути Аллаха!» Мужчины начали оправдываться, говоря «Убит пророк, саллиллаху алейхи вассалям». На что женщины ответили «Так умрите на том, на чем умер он!» Женщины сказали мужчинам «Умрите на том, на чем умер Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И не возвращайтесь к нам! Убегайте со стыдом и позором! Получить удар меча, будучи великими, это лучше, чем жить в унижении!» И тогда они вернулись и начали сражаться в гуще битвы. На них летели копья и стрелы со всех сторон. И распространился слух, что Мухаммад уже убит. Откуда появился этот слух? Слух появился по причине того, что Ибн Камея убил Мусаба Ибн Умэйра, который был больше, чем кто-либо похож на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он убил Мусаба, чистого, непорочного юношу, который сыграл великую роль в распространении ислама в Медине. Мусаб умер, так и не увидев величия ислама и победу верующих. Однако это нисколько не уменьшает его заслугу и награду. Он умер юношей в расцвете своей молодости, но его встретили черноокие гурии в Садах Блаженства. Был убит Мусаб, который был похож на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и кафиры подумали, что убили пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Таким образом распространился слух направо и налево. И те остатки сил, что оставались у верующих, иссякли по причине этой вести. И вот Анас Ибн Надр, который в числе сподвижников в лагере кафиров, услышал эту новость. И он встает посреди поля сражения и говорит, «О, люди, куда вы собрались?» Те отвечают, «Убит Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям». Тогда Анас говорит, «Если Мухаммад и умер, то Господь Мухаммада живой и не умирающий». «О, Аллах, я отрекаюсь от того, что сделали эти. И я прошу прощения перед тобой за то, что сделали эти люди», то есть мусульмане. Затем он направился сражаться с кафирами и встретил Саада ибн Муаза. Саад спросил его, «Куда ты направился, о, Анас?» Он ответил, «Я чувствую запах рая о Сааду. Клянусь Аллахом, я чувствую запах рая о Ухуда. Клянусь Аллахом, поистине я чувствую благоухание рая о Ухуда». И он вышел сражаться с врагом и был убит. И Анас сказал, «Клянусь Аллахом, мы считаем, что слова Всевышнего Аллаха. Среди верующих есть мужчины, которые верны договору, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые ожидают, но никак не изменяют своему договору». Анас сказал, «Клянусь Аллахом, мы считаем, что эти аяты были не спосланы о нем и ему подобным». Субтитры создавал DimaTorzok